Всем привет! Всем привет! Говорю тихо. Говорить будем сегодня тихо. Я без микрофона. Вроде сегодня утром тихонько и нету дождя. Дрель... Соседи дрелью не работают. Поэтому можем спокойно себе, тихонечко снять. Утро оптимиста. Чирс! Как всегда, но сегодня зелёный чай. Почему тихо? Потому что муж приехал сегодня и спит. Ему дали отсыпной. Отсыпной это не два, полтора по сути дня. Для того, чтобы человек просто поспал. Он 15 ночей не спал. У него была смена. Он не разрешает рассказывать, где он, что он. Не разрешает его снимать на видео. Я понимаю. Я полностью понимаю и не делаю это. Ну, как бы совсем уж вычеркнуть его из своей жизни в своих видео не получается. Ну, как я могу? Ну, как я... Ну, человек приехал, понимаете. 15 ночей не спал. Намёрзся там. Ну, приехал с цветами. Я уже букетик сделала. Ну, покажу вам, как я делала букетик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, что я обожаю? Белые цветы. И летом, и зимой белые. Боже, как они пахнут весной. Ранней весной. Резонтемки. Простые. Это, на самом деле, вообще очень простые и надёжные цветы, которые будут вам стоять две недели. Ну, конечно, если вы водичку будете менять, две недели простоят, прослушат вам верой и правдой. И будут поднимать вам настроение. А на кухне будет пахнуть весной. Она тоже того стоит. Боже, только что посушила голову, на голове торчумба. Ну, главное, что волосы чистые. Короче, ребятушки, сегодня очень маленькое утро оптимиста. А я, как вы знаете, вообще вы в курсе, если вы там первый раз, меня зовут Лада. Меня зовут Лада Живой в Киеве. Это мой канал на YouTube о парфюмерии, конечно, в первую очередь. Но я начала делать такие видео под одним названием «Утро оптимиста». Потому что времени нету отдельно снимать. А вот каждое утро всё равно, так или иначе, я собираюсь на работу. Поэтому, вот, смотрите, общайтесь со мной по ходу пьесы, пока я собираюсь на работу. Но не суть. Рада вас ответить. Если вы ещё не подписаны на меня, подпишитесь обязательно. Чтобы я с чувством выполненного долга продолжала вести этот канал, если вы, конечно, хотите. Ребятушки, что сегодня? Сейчас я буду краситься. Ну, краситься я буду без вас. В смысле, мы не будем общаться, пока я крашусь. Протестировала я новые румяна и новый хайлайтер дешманские. Это у нас ламельки. Помните, я в прошлом видео «Утро оптимиста» показывала вам? Вот такой и вот такой вот. Это румяна и это хайлайтер. Хайлайтер я уже хорошо ношу, он мне понравился. С румянами всё сложно, потому что они очень пигментированы. Их прямо, ну, микро-микро дозу надо. Поэтому я прямо редко ими пользуюсь. Но вот сейчас я буду с ними делать свой мейкап. Продукты все свои буду показывать. И в описании к видео название этих продуктов тоже будут. Но, по сути, кроме этих двух продуктов, у меня ничего новенького. Поэтому я буду на быстрой перемотке делать макияж. А потом вам просто расскажу. Ну, в смысле, потом одновременно. Я-то делаю макияж, но я вам покажу, как я покупаю парфюмки. Потому что я уверена, многие люди, которые начинают открывать для себя этот таинственный и не дешёвый мир парфюмерии, делают одни и те же ошибки, покупая на эмоциях, покупая... Ну, мы все на эмоциях покупаем в той... Мы ради эмоций, собственно, их и покупаем. И это вообще не беда. Но, чтобы купить парфюм, в идеале, конечно, заказать пробник. Но перед тем, как заказать пробник, узнать объективную информацию о том, как звучит этот парфюм. И я вам здесь вот коротенько просто расскажу, как я тентер, что ли, какой-то объективизацию, какое-то восприятие провожу, если я заинтересовалась каким-то новым парфюмом. И сегодня ещё в конце видео, во второй половине видео, мы поговорим о новых парфюмах. Я говорила о том, что я заказала много пробников. Сегодня мы поговорим о двух из них. И давайте прям сразу вам расскажу, раз уж я тут вам, как сказать, рассказываю, о чем сегодняшнее будет утро оптимиста. Это Фантомас. Боже мой, Носомата Фантомас. Вы поняли, да? Фантомас Носомата. Вот у меня такой, по-моему, тут 5 миллилитров. И 5 миллилитров. Это Нарцесса Родригес, маск, амбер, амбер маск, короче, амбер маск. Редкостная птица, нигде вы его не купите уже. И вот я вот захотела с ним познакомиться. Родригеса люблю, но с ним никогда не была знакома. И ещё два полноразмерных парфюма. Это я решила открыть для себя новый бренд Alphactive Studio. Alphactive Studio – это два аромата. Вот почему я захотела сделать в этом видео оптимиста обзор, как я покупала парфюмы. Вот я купила два парфюмки. Две парфюмки. Два парфюма, две парфюмки, неважно. Lumiere Blanche и Close Up. Детальнее о них потом расскажу, но оба мне понравились. Оба мне понравились. Они невероятно сложные, непростые. Ну, это, короче, для нестойких парфюмки любителей обязательно к затесту тестер. Берите пробник, обязательно пробуйте. Ну, в общем, я долго о них слушала, читала, там же всё неоднозначно, неоднозначные отзывы. И, короче, ребятушки, я сейчас крашусь, вы слушаете, технологию покупки аромата без затеста от Лады Валентиновны. Делюсь, делюсь собственным опытом. Погнали. Итак, если мы хотим купить какие-либо духи, ну, например, нам понравился какой-то там Киллиан, и мы идём куда? Правильно, в браузер. Наш любимый браузер, у меня это Google. Набираем здесь название тех парфюмок, которые нам понравились. Ну, давайте возьмём Hot Kilian, Smoking Hot от Kilian. Вот, мне он интересен. Не знаю, как он пишется, пишу просто как могу. Всё равно Google мне предложит несколько сайтов, где продаётся этот парфюм. Смотрю, 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 смотрю на сайты магазинов, где есть в продаже этот Kilian Smoking Hot. Вот, например, мой любимый сайт Make Up. Здесь я захожу на Make Up и просто офигеваю от цены. На 50 миллилитров, всего лишь 50 миллилитров, 8 тысяч, почти 8 700. Ребята, ну, это больше 200 евро. Конечно, Make Up удобный сайт. Вообще, навигация тут супер. Я к нему привыкла, и мне очень удобно пользоваться этим сайтом. Здесь есть похожие товары, но здесь какая-то фигня. Какие-то аромадиффузоры мне предложила. То есть, ну, не сами парфюмы, а какая-то ароматизация для дома. Ниже всегда есть, не всегда, но, тем не менее, есть, что правильно, отзывы. Кто-то один смельчак за 200 евро купил себе этот парфюм, оставил отзыв. Но хочу предостречь. Отзывы на Make Up очень инфантильные. Они эмоциональные от среднестатистического покупателя и не информативные совсем. Поэтому, ребятушки, выделяем название уже на английском, правильное название парфюма и нажимаем кнопку «Искать». Google вам предложит кнопку «Искать». Он дает в Google все возможные варианты этих духов, как для приобретения на сайтах. И вы можете здесь посмотреть, провести тендер, найти самый дешевый вариант. 50 миллилитров искомых парфюмок. Но перед тем, как что-то выбрать по цене и купить, настоятельно рекомендую зайти в энциклопедию ароматов, которую все мы знаем. Она называется «Фрагрантика», но вдруг кто-то не знает. Вот так вот она легко ищется. И здесь на все, поверьте, на все ароматы вам разложена пирамида. Коротенькая история, в каком году и кто автор, кто создал этот аромат. Обязательно поинтересуйтесь пирамидой. Многие говорят, что пирамиды не информативные. Я не могу согласиться с этим. И здесь вы еще найдете развитие популярности аромата. Вот он был в 23-м году выпущен в продажу. И вы видите развитие популярности. А также здесь вы видите независимую оценку стойкости аромата. Насколько он шлейфовый. Насколько он женский или мужской, или он не секс. И, конечно же, сравнительная характеристика, цена и качество аромата. Кстати, обратите внимание, здесь именно в этой части цена и качество пользователей выбрали очень завышенная цена. Видели, да? Обратите внимание. Здесь можно найти уже более точные комментарии. Тут их всего лишь два. Потому что сам парфюм совсем недавно вышел на рынок. И не так много комментариев и оценок этого аромата. Поэтому идем дальше. Сайт Кремчик ЮА. Ну, это если вы живете в Украине, вот вам настойчиво рекомендую. Здесь есть этот аромат. И на сайте Кремчик ЮА посмотрите, какое разнообразие выборов. Как от Леванта на распив. Люди делятся. Люди продают остаток во флаконе. Люди продают целые флаконы, но они уже будут дешевле. Конечно же, такой дорогущий аромат за 200 евро в жизни не куплю. Просто не потестив. Потому что это будет слишком дорогая цена моей ошибки, если я промахнусь. Если он мне не понравится. Пожалуйста. Вот я выбираю здесь купить у этого владельца от Левант. Выбираю, сколько миллилитров мне надо. Пожалуйста. Вот я выбрала 5 миллилитров. И ложу эти 5 миллилитров в свою корзину. Здесь у меня, конечно, уже немыслимое количество от Леванта. Разный там остаток во флаконе какой-то от Эксниила. Ну, в общем, видите, 5 миллилитров мне обойдется в 675 гривен. 5 миллилитров вам хватит с головой для того, чтобы познакомиться с ароматом. Что значит для меня познакомиться с ароматом? Конечно же, это максимально собрать информацию от тех людей, которые уже с ним знакомы. Здесь тоже самые объективные, могу сказать, профессиональные, четкие, понятные отзывы. Я обязательно всех их читаю. Читаю, какая была первая реакция людей, как оно носилось, стойкий, не стойкий, трансформация аромата. Насколько он шлейфовый, насколько он громкий, насколько он притягательный и комплементарный. Кстати, на кремчик QA мне нравится эта функция. Он вам показывает все ароматы, которые вы смотрели в последнее время. То есть, даже если вы ушли с сайта, ну, конечно, надо на нем зарегистрироваться. Но и тогда он сохраняет историю ароматов, которыми вы интересовались. Но мы идем дальше. Вы думали, все? Да нет, не все. Обязательно смотрим точно так же. Идем в поиск по названию этого аромата в браузере. И выбираем кнопку видео. Видео. И Google предлагает все возможные существующие видео об этом аромате. Ну, тут у нас очень широкий выбор. Конечно, смотреть не пересмотреть. Что я выбираю? Я смотрю недавнее видео, которое выложили недавно в YouTube. И смотрю, чтобы они были хотя бы популярны. Ну, чтобы хотя бы пару тысяч людей их смотрела. Это говорит о том, что автор видео давно уже на YouTube. И ее видео довольно-таки активно смотрится парфлюбителями. И, скорее всего, это видео будет более-менее объективным и понятным. Понятным для меня. Потому что иногда находишь видео, в котором новый владелец аромата восхищается ароматом, но совершенно не может передать слушателям ни ноты этого аромата, ни настроение аромата, ни качество этого аромата, ни стоимость. То есть, очень информативные бывают видео. Поэтому смотрите видео, ну, желательно смотреть видео, где хотя бы тысяча-две тысячи уже есть просмотров. Отдельно зайдите еще в гугле и нажмите на кнопку купить. И здесь уже перед тем, как покупать аромат, конечно же, вы найдете все возможные места, где этот аромат продается. Иногда ароматы продают с рук и на шафе, и на OLX, на пром.ua. Можно купить новый аромат, но не очень дорого. Ну, конечно же, и на таких известных сайтах, сайтах парфюмерии, как Natina, Makeup.ua, Кремчик.ua и Bracard. Ну, Bracard мы все знаем, там, как обычно, самая дорогая цена. Ну, вот, вы и узнали, как эта кухня у меня в голове устроена. Я говорю тихо, потому что мой муж спит еще, еще спит. Уже бедная дитинка, не спала в 15 ночей. Он, короче, как комендантская година начинается в 12, так до 5 утра он не спит. Вот, ну, ему нельзя, он ответственный за все на этом блокпосту. Я вообще не представляю, как он удерживает этот режим. Короче, все, парфюмки. Ну, для того, чтобы уже закрыть вообще вопрос по макияжу, мой фидбэк по хайлайтеру, вы видели, как я его наношу, и по румянам, которых вы не видели, как я наношу. Я их сегодня не стала наносить, потому что мне, во-первых, никогда, во-вторых, я по запаре нанесла свои старые румяна от Max Factor, если я не ошибаюсь. Да, они от Max Factor, все уже давным-давно, кто смотрит меня, знают, что это мои любимые румяна, стики, твердые, и хватит вам на три жизни. Они какие-то универсальные, и не теплые, и не холодные, какой-то универсальный оттенок. И летом, и зимой я их ношу, зимой чаще, и летом реже, потому что все-таки это такой жидкий продукт, относительно жидкий, да, не сухой, скажем так. Поэтому летом я больше предпочитаю сухие какие-то румяна, но вот зимой я их ношу постоянно. Он очень пигментированный, его надо совсем чуть-чуть, я не могу сказать, что это плохо. Ну, во-первых, продукт очень дешевый, это ламель, чуть-чуть надо, хватит надолго. Он совершенно без шиммера, что является большим плюсом на самом деле, потому что большинство, вот 99% румян в пудре, ну, вы поняли, да, в таких сухих вариантах, они идут с шиммером. Для того, чтобы не выглядеть слишком, как елочная игрушка блестящей, вот такие вот не шиммерные, не блестящие румяна, очень даже нужны в косметичке у каждой из нас. Поэтому, ну, в общем, вы тут увидели, да, как они, как они работают. Там несколько таких цветов, я имею в виду, есть тубы с разными цветами, в принципе, можно что-то выбрать. Не могу сказать, что они плохие, просто очень яркие, не знаю, иногда можно, я первый раз с ними переборщила, потом все это вытирала, в общем, чуть-чуть, чуть-чуть напарилась я с ними. Хайлайтер. Хайлайтер, бомба-ракета, стоит 3 копейки, наносится легко, вы видели. Верхняя губа, носик, скулы, этого достаточно, разнесли аккуратненько, чтобы, ну, максимально его смешать с тональной основой, или чем вы там пользуетесь, бибишкой, и он работает, он на лице, сверху пудрой немножко прибили, притрусили, он сидит как мертвый, намертво, в общем, мне он нравится, его хватит надолго, такой вот тюбичек, прекрасный, красивый, вообще красивый и эстетичный, приятно пользоваться. Вот, мои отзывы на хайлайтер и на румяна, которые я купила и себе, и на подарок. Кстати, подарок уже подарила, и Руська, если ты меня смотришь, тебе привет. Подружке подарила на Новый год. Так, ребятушки, ну, давайте по пробникам, погнали. Два пробника, давайте, давайте начнем с того, что я сначала, как сказать, как сказать, я испугалась. Насомата Фантомас, вот, написано на крышечке, Насомата Фантомас. Слава Богу за кремчик, где можно купить пробники. Купила пробник, первый раз поднесла к носу, такая, закрыла, такая, думаю, а это вообще парфюм? Может, мне туда налили какой-то, вообще, какой-то хик, растворителя какого. Короче, ребята, это не то, что обязательно к затесту в жизни не покупаете, а Фантомас без затеста. Это очень спорный парфюм, в котором одновременно вы услышите одинаковой интенсивности резину. Вот знаете, как покупаете резиновую лодку? Я не знаю просто, как вам объяснить, какой опыт обоняния резины у вас там есть. Вот шина для велосипеда, резиновая лодка, которую вы достаете из коробки. Вы можете представить просто ультраактивный, химический такой, не знаю, если вы водите машину, вот я, например, меняю, ну, сейчас уже у меня редко, потому что у меня там универсальные шины, а раньше на сезон меняла шины на шиномонтаже. Вот запах шиномонтажных шин, знаете, где их много, и в теплое какое-то время года вот так активно пахнет резина. Но в то же время, ребятушки, здесь такая интересная, свежая, акватическая дыня. С дыней очень мало парфюмок, я не знаю почему, я обожаю аромат банана и дыни. С бананом я купила, бана-банана парфюмчик я купила, и обожаю его, ношу, артизан парфюмер. А вот с дыней мне кто-то что-то и советовал, но я как-то, не знаю, у меня ничего нету с явной дыней, такой вот прям конкретной, вот аромат с этой дыни. Акватическая дынька. Короче, ребята, кто-то там написал, это нишевая ниша, это просто ниша в квадрате, это ниша в кубе. Я не знаю, как это носить, но то, что это невероятно интересно, вот я стою, это уникально. Повтора такого ни одного нету. Пласть, даже когда вы на фрагрантике будете читать нот этого аромата, там таки написано Раббер, то есть конкретно, ну, пласть, резина, вот резина, Раббер, резина, ну, короче, вот эта стирачка, резинка. Но тут еще Кашмиран, тут сильнейшие пачули, красивенькие. И тропические фрукты, до которых надо, знаете, как-то дотерпеть, дотянуть, дожить. И чуть-чуть он лактонит. Короче, аромат интересный. Буду ли я покупать флакон, скорее всего, нет, потому что на себе это не слышу. Но для вашего кругозора вы просто должны с ним познакомиться. Уникальный аромат резины и очень акватической, свежей, натуральной дыни. Следующий парфюмчик, который я купила тоже в пробнике, это Нарцисса Родридис Амбер Маск. Написано Амбер Маск. Вот я покажу вам флакончик. Во-первых, мне понравился флакончик. Во-вторых, почему я начала искать возможность познакомиться с этим ароматом? Потому что я нигде его не видела в продаже. Ну, в смысле, ни в Дьюти Фри, ни в наших бракардах. Я с ним не была знакома. И вот я заказала от Левант. Видите, какой он насыщенный, такой янтарный. Да, здесь много ванили. Ребята, как он мне понравился. Кстати, я вам не сказала, Афган, Асамата, боже мой, Фантомас, аромат 2020 года. Он относительно новенький. Нарцисса Родридис уже очень бывалый. В 2013 года парфюнчик. И я думаю, ну как это так? Как это он мимо меня прошел? Ну, явно же он где-то продавался. Почему я с ним не знакома? Ой, как это красиво. Во-первых, любовь с первого пшика случилась. Ну, это он со мной часто бывает. Я такая прошаренная тетя. Я очень эмоциональна. Я думаю, ха-ха, хорошо, хорошо. Пусть стоит, буду носить. Ребята, то, что вы нанесли на блотер, это на блотер. Я имею в виду, во время визита в какой-то магазин, это вообще ни о чем. Для меня поносить аромат, вообще познакомиться. Вот первое знакомство, это нанести на себя. Я должна его нанести на себя, на одежду, на кожу, на запястье. И день с ним прожить. Вот это значит познакомиться. Конечно, желательно еще в разную погоду, в помещении, на улице. Но это вообще задача такая серьезная. Не так просто. Короче, если вы придете в какой-то офлайн-магазин и на всю себя напшикаете парфюм, это вообще нормально. Потому что я раньше стеснялась это делать. Знаете, думаю, приду в парфмагазин, нанесу на себя, и все консультантши будут думать, что я жлобиха, не хочу покупать парфюм, пришла в магазин напшикаться, чтобы попахнуть, типа, прикольно. До вечера. Представляете, с какими вообще установками, интроэкциями, интроэкциями, между прочим, да-да-да. Я живу, я жучусь на психологовскую рассессию, будет феврале. Уже второй курс. Так вот, ерунда. Сейчас вообще без стеснения. Просто вы так много не натестите, потому что, ну, если вы обильно уже какой-то аромат на себя нанесли, что-либо другой тестить сложно. Но, тем не менее, если я похожу на лотерах, что-то послушаю, потом мне что-то одно понравится, я его нанесу на себя обильно, как обычно, я дома наношу ароматы и ухожу. Я не покупаю, вот себе просто дала, не знаю, правила, установку, вот принцип такой, я не покупаю ароматы сразу с первого затеста, потому что, не, в 50 на 50 угадывала, разочаровывалась, но все равно я уже знаю, что все-таки на том этапе парфюмерный гардероб большой, я, у меня, во-первых, много классных ароматов, и чем дальше, тем чаще встречаются дубли, то есть первое звучание вверх пирамиды слетает, я потом слышу сердце аромата, и он у меня просто дублируется. Вот, кстати, последние два видео о ароматах-клонах, о ароматах, которые звучат, похожи на какие-то другие парфюмки, посмотрите их, если вам интересно, и не делайте такие ошибки, не покупайте клоны других ароматов. Так вот, Амбер Маск, думаю, поношу, потому что, действительно, в нем вот эта вот ключевая архитектура Нарцисса Родригеса есть, то есть этот мускус фирменный, сексуальный, женственный, это все здесь присутствует, как у всех Нарцисса Родригеса, я их обожаю, Роуз люблю, который мне пахнет, на грани сливы и косточки вишни, я его обожаю, он очень сексуальный, ношу его по вечерам, если мы куда-то идем с мужем, там, без страх, кстати, сегодня пойдем, наверное, с ним куда-то, мы идем в гости к дочери по бытовым вопросам, потому что у нее надо вечером, потому что у нее надо, у нее сломался карниз, и нужно помочь ребенку справиться, там, дрелью надо повесить карниз, не дай бог, чтобы на голову не упал, вот, а потом, наверное, пойдем ужинать все вместе, так, Амбер Маск, почему я так долго не могу начать о нем говорить, потому что я хочу вам сказать самое главное, он мне настолько понравился, он мне настолько понравился, что я решила, что жизнь без него не жизнь, и это я нашла на кремчик ЮА у девочки с рук, здесь где-то, я не знаю, наверное, я забыла, но здесь большая половина бутылочки парфюма, я у нее купила за очень адекватные деньги, ну, конечно, такой увесистый, стеклянный, единственное, что крышка, вот, ну, вот крышка, ну, посмотрите, ну, что это такое, во-первых, во-первых, она по цвету не подходит, она такого холодного, холодного оттенка пластмассы, а баночка, ну, золотистая, такая теплая, ну, вот, под Амбру больше подходит, и они друг к другу, короче, если вы дизайнер, и планируете создавать бутылочки для ароматов, я вам готова предоставить бесплатную консультацию, это не мэчится, ребята, ну, нужно было тут тоже добавлять какой-то теплоты, делать ее тоже янтарной, и вот когда янтарная крышечка и такая золотая баночка, это больше говорит о том, что внутри, это все-таки отзеркаливает звучание этого парфюма, но простим ему, будем снисходительны, простим ему этот зашквар, ну, короче, ошибочка такая небольшая, так вот, как это красиво, Амбра, почули, красивейший этот Нарцисса Родригеса Мускус, очень теплый, пряный аромат, но в первую очередь об Амбре с ванилью, сладкая Амбра, красивая, сладана, которая уходит в нежную кожу, до кожи надо дожить, кожа со всем легким флером, на бэк-вокале, не пугайтесь, сложная, но красивая, я к Амбре, я люблю Амбру, она чаще всего идет в базе для стойкости и тяжеловесности, да, чтобы аромат не был слишком легким, и чтобы он не слетал, добавляют Амбру, но это жир, ребята, это просто жир, она реально такая, знаете, в живописи есть такой, а, технический термин, пастозно, вот когда мы рисуем не акварельно, не прозрачно, а набираем много масляной краски, даже мастихином, и рисуем пастозно, такими крупными мазками, пастозно, вот он пастозный, потому что жирненький, такой, амброчка с ванилью, стойкость бесконечная, 12 часов он будет на вас, как прибитый, звучать, и вы будете его слышать, и вам будут делать комплименты, потому что он очень женственный, сексуальный, сладкий, ванильный, пряный, амбра с ванилькой, ну и цветы, ну, в пирамиде нету, но я слышу здесь какую-то, какую-то розочку, какой-то жасминчик, таким, под тоном, под фоном, вот что-то такое, очень красивый, боже мой, я уже не то одеваю, но его, короче, красивенный аромат, какие нужны слова, если вы видите, что я прям не выжила, я после этого знакомства, купила себе побольше этого парфюма, так что ребята, кстати, могу, фантомаса еще не отдам, потому что хочу, чтобы он был у меня, вряд ли буду офлаканивать, а вот тестер, амбар маск, ребята, пишите, пишите, отдам безвозмездно, прям, без проблем, так, что, давайте теперь перейдем к, альфакте в студио, боже мой, света нету вообще, тучи нашли, короче, наверное, будет какой-то, или снег, или, или снег, потому что у нас очень, очень холодно, утром было минус 10, я имею в виду в Киеве, так, света нет, ничего страшного, вам меня все равно будет слышно, главное, что тихо, что, альфакте в студио, это, люмьер бланк, о нем, я услышала, у некоторых блогеров, вообще, о, это ниша, это нишевая история, современный бренд, не буду здесь долго рассказывать, потому что мы здесь только знакомимся с ароматами, потом отдельно, когда поношу, когда уже разберусь, на себя сейчас все наносить не стану, нанесу на, на салфетку нанесу, для того, чтобы, короче, ароматы, трансформеры, что я могу со старта сказать, начну с того, что это такие трансформеры, вот он сейчас пахнет каким-то тоже уайт аспиритом, страшно мускусный, я его когда затестила, подумала, ну, вот первые секунды, да, слепой затест, так сказать, покупала слепую, опять-таки, но на разных отзывах разных пар блогеров, и на фрагрантиках нескольких разных тоже смотрела, этот аромат, во-первых, в самой коробке, ладно, потом полное видео буду делать, покажу, уложат открытки, и вообще идея этого бренда, Alphactive Studio, соединить визуал и звучание аромата, то есть они берут какие-то фотографии, фото художников, и, как сказать, мэчат их с каким-то парфюмом, может быть, даже и делают парфюм о том, что оно изображено на этом фото, возможно, это моя фантазия, так вот, ребята, кому-то в отзывах, что я читала, кому-то это сливочное мороженое, а для кого-то это ужасный мускус и кондиционер, и я же думаю, ха-ха, очень интересно, мне прям, знаете, вот такой, наверное, во мне пропадает какой-то гениальный следователь, я хочу все разузнать, разнюхать, разобраться, и найти, как сказать, правильный ответ, вот такой, при том, что, при том, что никакие кроссворды я не решаю, мне такой вариант не очень интересен, короче, Lumiere Blanche ароматит с 2012 года, такой он старенький, смотрела я его популярность, он взлетел, потом упал, потом взлетел, потом упал, а потом выровнялся, и люди приняли этот парфюм, его покупают, по фрагрантике он древесный, и пряный, и мускусный, но это ни о чем, ребята, тут в пирамиде много пряностей, в первую очередь, кардамон, я его слышу, звездочный анис, совсем мало, корицы нет, я ее не слышу, миндаль, кашмиран, кашмирана много, и ирис, и вот тут-то я поняла, этот ирис вытягивает эту всю композицию, которая уже, знаете, набирает скорость, чтобы уйти в полностью такой пряный аккорд, этот ирис не дает провалиться парфюму в пряность, несмотря на то, что он древесный, и много потом в раскрытии сандала, и бобы тонка, и поэтому в начале, но в начале это не 5 минут, это довольно-таки долго, он звучит неприятным, таким очень свежим, кондиционированным таким мускусом, но потом он уходит в лактонную теплоту, кашмирана и бобов тонка, пока что мне вот так вот, ребята, не слушайте меня сейчас, не принимайте решения, могу только пообещать, что я его поношу, и сделаю вам полноценный обзор, с какими-то уже выводами, сейчас это, ну вот буквально несколько дней, знакомлюсь с этими ароматами, я не знаю, напишите, ребята, как у вас, я когда покупала парфюм, я его долго не открываю, ну как, открыла, к носу поднесла, так приблизительно, знаете, разобралась, оттолкнул, не оттолкнул, на таком уровне, все, запаковала, в коробку поставила, и он у меня стоит, можете, ну на самом деле, у меня просто, наверное, много пробников, и я постоянно, постоянно, ребята, практически 90% дней, я постоянно что-то разнашиваю, и мне иногда хочется остановиться, и просто носить то, что, что меня влечет, что мне понравилось, и что я хочу носить, просто ради себя, просто ради наслаждения, так вот, close up, ребята, ну там, лингвисты, напишите, что такое close up, пока я его нанесу, потому что я не понимаю, я понимаю, я понимаю, я понимаю, но вот close up, это я не знаю, я бы подойди поближе, или что ли, это близко, а как это, для меня это, в первую очередь, алкогольный какой-то, ликер на старте, аромат 2016 года, тоже такой, не первой свежести, но к нему более ровное отношение, я имею ввиду, что нету таких, знаете, любовь и ненависть, как к линьер бланш, потому что, а вообще, посмотрите, какая жидкость, видите, она тоже, но мне еще, ребята, вот эта жидкость, этот старт, напомнил, так пахнет воздух, морского побережья, на раскаленном пляже, вот я не знаю, хотя кто-то говорит, что он пахнет, наоборот, снегами, холодами, а мне пляжем и морем, ну, короче, это сложнейший, с ним надо жить, разбираться, вслушиваться, через полчаса, через час, через три часа, его надо слушать и немного фиксировать, как он раскрывается, но мы сейчас уже, аплодис, древесный и пряной, пряность просто, такая задорная, кардамончик, такое чувство, но в первую очередь, это вишня, и в официальной пирамиде вишня, и многие говорят, что действительно, они слышат вишню, и я подтверждаю, да, вишня здесь есть, вот со старта, кофе есть, вишня есть, какая-то дымная, не сладкая, не вишневое варенье, вот вишня, куча специй, почули, кедр, роза, здесь тоже есть, в сердце аромата, который я вообще не слышу, слава тебе, господи, бобы тонка, амбра, ну, и, конечно, тоже мускус, ребята, как он, он мне сразу понравился, но он немножко на старте пахнет олдскулом, бабушкиными сундуками, предупреждаю, это так вишня раскрывается, чем дальше, тем больше вишни, вначале многие вишни вообще не слышат, вот, смотрела отзывы, типа, ну, разочаровал, ради вишни покупал, вишни там нету, на старте очень много мускуса, но чем дальше, тем больше пряности, тем больше не сладкой вишневости, но он все равно теплый, ну, что-то еще, какие-то белые цветы, белые цветы тоже не дают провалиться, это все в этот кашмиран, в бобы тонка, как это красиво, ребята, вот мне он тоже понравился, клоузап, я не знаю, о нем очень мало, о нем практически не видела, таких полноценных, детальных видео, ребята, Альфа-Актив Студио, кстати, эта женщина, которая делает, это ее бренд, я сейчас не знаю, как ее зовут, которая делает этот бренд, она, я посмотрела ее работы, слушайте, так это, это гуру, она делала лакричное яблоко, Лолит Олимпики, она что-то делала для Диор, какой-то Пойзон, какой-то один из них, поэтому, слушайте, ну, тут женщина такая опытная, но это сложнейшие ароматы, нишевые ароматы, я не могу сказать, что здесь заоблачная стойкость, но, слушайте, ну, часов 6-7, вот, на мне они 6-7 часов, но наношу обильно, вот этот вот вообще, очень интимный, ближе к телу, Люмьер Бланш, он не шлейфит вообще, только на себе, рядышком вы его слышите, Close Up чуть-чуть погромче, но опять-таки, не ожидайте от него какого-то километрового шлейфа, нет, но все равно он красивый, многие практически все сравнивают его с Atar Collection, Coltad Knight, я давно хотела с ним познакомиться, но, не знаю, многие говорят, что его производят, ну, производят, как сказать, производят, вроде как в Арабских Эмиратах, но, типа, сам бренд принадлежит каким-то российским, ну, властникам, каких-то, владельцам, поэтому у меня нету от Atar Collection, ничего, из Coltad Knight, я не знакома, но говорят, что там кальянная вишня, ну, да, наверное, похоже, потому что тут тоже есть такая дымная, древесная вишня, но она не сладкая, несмотря на то, что Кашмиран и Бабы Танкар дают теплоту, вот такие вот два ароматика, я вот прям хочу их сейчас носить, на работу буду ходить в Ливьер Бланк, а по вечерам, и на выходных, close up, close up, вишневый, вишневый, специевый, такой красивый, ну, слушайте, кофе такой очень-очень эфемерный, очень фантазийный, не мата такого, никакого, ни капучино тебе, ни, ни американу, хотя я, я бы, наверное, бы не отказалась, он бы здесь хорошо бы смотрелся, ребятушки, вот такая вот история, покупаю аромат, и я осознанно, это все с опытом пришло, много ошибок, много, вы не представляете, сколько парфюмок я купила, познакомилась, сказала им спасибо, и просто передала в другие руки, понимаете, много отвезла Лешика, мужниным сестрам, тетке, ну, короче, подругам, своим на работе, кстати, некоторые из ароматов давно отдала, не понимала, а сейчас думаю, боже мой, боже мой, какой красивый был аромат, зачем, у вас так бывает, напишите, меняется отношение к парфюму, поэтому, конечно же, пробники, это идеальный вариант, не всегда можно найти пробник, вот я, например, у меня есть в планах познакомиться с Тираннозавр Рекс от Зоологиста, ребята, у кого есть Тираннозавра, я готова купить у вас этот, даже на кремчике нету пробников, готова купить у вас от Ливантик, хотя бы 3 милика мне надо, потому что я прям очень хочу с ним познакомиться, начала знакомство с этой, с этим брендом, с этой маркой Зоологист, уже познакомилась с двумя ароматами, вот еще хочу Тираннозавр Рекс, и что-то еще одно хотела, Каалу хотела, но Каала продается, я знаю, где мне взять от Ливант, короче, ребятушки, буду дальше знакомиться с этим брендом и разнашивать то, что есть, не буду сейчас вас убеждать в том, что это вам надо, не надо оно вам, дайте тетя Лада поносит, а потом, потом я вам уже полноценно расскажу по стойкости, по характеристикам и по раскрытию о этих ароматах, может быть, еще хочу пару, может, тестеров, у них есть более старые парфемки, такие монозвучащие про фиалку, про ири, знаете, такие соли, соли флоры, конкретно звучание одного цветка, тоже было бы мне интересно попробовать, ой, все, света нету, мне пора бежать, красота на голове, красота на лице, себя люблю, люблю, как говорится, это у меня такой девиз есть, люблю себя, люблю людей, вот такое у меня сегодня настроение, идем в мир и пусть мир наслаждается нами, красотками, все, ребяточки, пишите, если у вас есть альфакты в студии, какие там еще есть прикольные парфемки, мне интересно, и расскажите, поделитесь вашим опытом, как вы выбираете парфюмки для себя, вот какая у вас логика присутствует и что влияет на принятие решений, нужен вам этот парфюм или вы можете обойтись вообще без него или с маленьким отливантом, мне интересно, между прочим, мне кажется, те комменты, где мы делимся нашим опытом, каждый из нас, это самое ценное в моих видео, я последнее время прям читаю ваши, я делаю, выкладываю видео и жду сутки комментов для того, чтобы потом поделиться и вашим опытом, приобрести его и поделиться своим, так что не ленимся и пишем, если у вас есть какой-то опыт, амбер маск, носомата фантомас и вот два парфюмки от альфактив студиям. Альфактив студиям.